Вы смотрите программу «Город С» в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! С 5 по 8 июля 2024 года в год семьи в Москве состоится финал самого народного конкурса. Это у нас семейная президентская платформа «Россия – страна возможностей». В нем примут участие 300 семейных команд со всей нашей необъятной Родины. К участию в финале приглашены более 2000 человек от 5 до 94 лет из 83 регионов страны, которые стали лучшими по итогам окружных полуфиналов, прошедших для всех федеральных округов. От Самарской области в финал вышли 7 семейных команд, 2 из которых непосредственно из Самары. Эти крепкие и дружные семьи объединяют любовь к Родине и верность традициям. Прямо сейчас у нас в студии одна из самарских команд-финалистов конкурса. В лице ее капитана Татьяны Бербасовой. Здравствуйте, Татьяна! И члена команды Бербасовой «Лады». Здравствуйте, Лада! Здравствуйте! Ну, прежде всего, вопрос простой. Как вы узнали об этом конкурсе и что вас заинтересовало, Татьяна, как капитана? Об этом конкурсе впервые узнал мой папа Бочков Игорь Александрович. Поделился со мной этой новостью. Мы решили всей семьей в этом попробовать поучаствовать. Я взяла на себя роль капитана команды, регистрировав всех участников, членов нашей семьи. То есть принимать или не принимать участие в конкурсе, не было даже размышлений. Сразу так вот единодушно. Да. И вы на роль капитана самовыдвиженец. Здесь ситуация следующая. Я нахожусь в декретном отпуске, и у меня такой ненормированный график. В принципе, я могу какое-то время выделить на общение с организаторами, на регистрацию участников команды, на выполнение каких-то заданий. А все остальные более заняты в нашей семье. Все работающие? Да, работающие, либо очень усердно учащиеся. Вообще расскажите об условиях конкурса, и как ваша семья вписывается в этот конкурс? Условия конкурса таковы. Должны быть задействованы как минимум три поколения, и должно быть в семье не менее четырех человек участников. Наша семья зарегистрировала три поколения, и в нашей команде было 11 человек зарегистрированных. Ну, там ведь и дети должны быть в этих трех поколениях, да, от не младше шести лет, ну, а дальше там у кого позволит сила в этом участвовать, да? Расскажите о каждом члене команды. Там же у вас как-то получается все-таки одна большая семья, но три небольших внутри семейной команды. Здесь нагляднее всего рассказывать от лица моего сына Владимира Бербасова, вот, потому что все являются его непосредственными кровными родственниками. Которому сколько лет? Ему шесть лет. Значит, в команде мы сын, мы его родители, мы с мужем, вот, бабушка с дедушкой, две тети, это моя сестра и сестра мужа, и дальше двоюродные, двоюродная тетя и двоюродные два брата и двоюродная бабушка. И, в общем, фигурируют две фамилии Бербасова и Бачкова в вашей команде. Как вы объединились в условиях этого конкурса? Ведь там как бы шесть направлений, да, в конкурсе. Это спорт, это знания, это семья. Подсказываете еще какие? Творчество. Инфертуальное. Творчество, да? Вот кто за что у вас отвечает? Или у вас это все сборно? Кто в чем более силен, тот и отвечает. Вот, у нас есть те, которые больше спортивные. У нас вот единственный участник, который умеет играть на гитаре, это Лада. Вот, поэтому здесь выбора не было. Естественно, она взяла на себя эту роль. У нас есть два участника, которые прекрасно поют. Это моя сестра Маша и вот Лада, сестра мужа. Также есть интеллектуалы, высокоинтеллектуальные люди, участники команды. Вы скромно улыбнулись себя, как бы не причисляя к этим, да? У нас по разным направлениям. Кто в истории больше силен, кто в математике, кто в обществознании, в экономике. Инженер у нас есть в команде. То есть, ну, медик в команде. По требованиям. Требуются от команды сейчас вот экономические знания, значит, самовыдвижение сейчас в эту зону. Были задания оказания первой помощи. Здесь моя сестра, как медик, вышла, все объяснила, все сделали под ее четким руководством. Это замечательно. Вот проходили ведь и отгорчные туры, они проходили дистанционно, да? Наверное, вы, Татьяна, как раз вот дистанционно, да? Все это выруливали. Но был еще и полуфинал. Лада, расскажите, как полуфинал проходил? Ваша роль в этом полуфинале какая была? Полуфинал Приволжского федерального округа проходила в Уфе. Мы туда отправились в шестером представлять команду. С капитаном? Естественно. Таня всегда с нами. Это тот человек, который является связующим звеном между организаторами и семьей. То есть она нам говорила, куда нам, во сколько, в чем. Вот все. Таня решала все вопросы. Вы что там делали на полуфинале? Там у нас были конкурсные испытания. Я не могу раскрывать подробности, потому что это закрытая информация. Но могу сказать, что это были сферы спорта, интеллектуальные, творческие задания. Все они были очень хорошо продуманы. Было очень интересно в этом участвовать. Ваши музыкальные навыки пригодились вам на полуфинале? Конкретно на полуфинале? Я могу это сказать? Ну, наверное, это не страшно просто сказать, что нет, я поиграла на гитаре. Нет, на гитаре я там не поиграла. А хотелось, да? Ну, я в отборочных. Ага, ну, может быть, на финале это пригодится еще. Может быть. Блеснуть. Кто вас поддерживал все это время? Здесь много всяких организационных моментов финансовых. Вот сейчас в Москву вас отправляют. Мои родители всегда нас поддерживали, помогают. Вот они с Васей, это тоже младший сын, да. Вот. Они всегда с ним проводят время, когда нужно. Вот. Я думаю, что они бы с удовольствием с нами поучаствовали. Но одним из условий было, что все задания на отборочном этапе, то есть все видеоматериалы должны быть выполнены в полном составе. То есть все команды, мои родители живут за городом. Вот. Поэтому не получилось. Но, тем не менее, мы все равно часто собирались все вместе и проводили еще больше времени с семьей. Это, как бы, вы причисляете это к одному из плюсов, да, этого конкурса? А вот смотрите, все-таки капитан команды женщина, а в команде, внутри команды есть и мужчины. Как вы считаете, вот мужчины, это никак не ущемляло их мужское самолюбие, что женщина капитанит? Если мы говорим про семью мою, Бербасовых, то нас с моим мужем, в принципе, равноправие, мы все вопросы всегда решаем вместе, сообща, советуемся. Вот. Поэтому я думаю, что это не обидело его. Тем более, он очень занят на работе. Вот. Он просто не смог бы столько времени посвящать конкурсу. То есть вот этого не было, кто в доме хозяин? Нет. Он всегда поддерживает меня, за что я ему очень благодарна. В случае капитан, когда надо, да? Да. Я скажу свое мужское слово. А скажите, вот как по ощущениям, внутри команды у вас не возникла конкуренция? Возможно, такой, ну, когда мама с папой конкурирует, муж с женой, или там старшее поколение с младшим, как-то между собой вот такого соревнования не было ни в чем? Нет, мы... Не о чем было конкурировать, так скажем. Потому что если у нас есть в команде, там, медик, то все вопросы, связанные с этим, были к медику. Если, то есть, кто в чем силен, если, там, Лада умеет играть на гитаре, все, она идет, мы поем песню, она нам, получается, играет на гитаре, вот, помогает. То есть, в данном случае по компетенциям? Да. Да, мы определяли, из чьей сферы задания. Этот человек отвечал за ход планирования этого решения, этого задания, остальные помогали и поддерживали. А как вы думаете, что вам помогло все-таки вашей семейной команде выйти в финал? Ведь конкурс большой, большое число людей, которые участвовали в полуфинале. Какие-то качества, может быть, индивидуальные ваши, ваших родственников, или качество вашей семьи, большой вашей команды, что помогло? Поддержка друг друга, поддержка наших близких, других родственников. За нас болели и друзья, и родственники. И умение чувствовать друг друга, и настроение друг друга угадывать. Это очень помогло нам. Как удалось вам найти время на этот конкурс? Знаете, бытует мнение, и многие семьи вообще жалуются, что свободного времени нет. Нет времени для совместного досуга. Для своего личного досуга. А тут участие в конкурсе. Ну вот вы, Татьяна, сказали, что вы в декрете, у вас как-то нашлось для этого времени. Хотя тоже многие мамочки бы сказали, ой, да вы что, с ребенком столько хлопот. Как выкроили время? Мы точно так же, как и все, устаем. Точно так же жалуемся на нехватку времени. Но наша семья всегда собиралась вместе. Мы всегда отмечаем широко дни рождения. А задания дистанционного этапа были как раз на это направлены. То есть просто мы теперь, собравшись на день рождения, записывали видеоролик и загружали его в личный кабинет. То есть мы проделывали то же самое, только теперь не сами себе придумывали, чем нам заняться, когда мы собрались вместе. В настольную игру пойти играть или что делать. А выполняли конкретное задание, это было еще интереснее. Вот вы едете в Москву участвовать в финале, в финальных играх. С каким чувством? За победой едете или за чем-то другим, может быть? Конечно, за победой. Цель мы ставим высокие. Но для нас главное оставаться человеком. С большой буквы. Вообще, во время соревнований вы не ссорились друг с другом? Или, может быть, наоборот, еще больше сплотились? Ну, прямо до ссор у нас не доходило. Возможно, во время выполнения заданий были споры по поводу решений каких-то. Но всегда мы приходили к единому мнению в итоге. И, конечно, благодаря этому конкурсу наша семья стала точно крепче, точно сплоченнее. Мы намного больше узнали друг о друге. Поэтому только положительные эмоции. Вообще, как ваша семья большая предпочитает отдыхать во время отпуска, во время выходных? Совместно или отдельно? Как вы вообще считаете, вот, времяпрепровождение, какое, на досуге я имею в виду, какое более полезно для семьи, отдельно или вместе? Мы стараемся проводить отпуск вместе. Все выходные проводить вместе. Мы часто ездим на дачу, к одним бабушкам, дедушкам, к другим. Собираем ягоды, катаемся на велосипедах, купаемся на речке, если это лето. Либо стараемся спортом заниматься зимой, это лыжи и коньки. Вот. Такой способ нам как-то ближе к нашей семье. Нам нравится проводить. Друг от друга не устаете? А мы отдыхаем на работе. Друг от друга? Да. Ну и, естественно, это получается, конечно, не каждые выходные. То есть мы встречаемся и точно так же и с друзьями. То есть у нас есть время отдохнуть друг от друга тоже. То есть вместе отдыхать все-таки классно? Да, нам ближе. Для того, чтобы семья была крепче. Лада, а вы? Да, я тоже люблю эти все семейные встречи. Когда получается, всегда стараюсь приехать. Вот у нас мы всегда собираемся все в большом доме. Вот. И совместно организуем свой досуг. Мы желаем вам победы, конечно же, в предстоящем финале. Да. И пусть ваша семья находит сюда время для совместного отдыха, потому что от этого семьи становятся крепче, действительно. А наши корреспонденты, к слову сказать, проводили опрос на тему, как в самарских семьях предпочитают отдыхать во время отпуска. Давайте посмотрим. А можно и так, и так. Это очень хороший вариант. Один отпуск, допустим, всей семьей, и можно какую-то часть отпуска отдельно, чтобы отдохнуть от предыдущего. Тоже хороший вариант. У нас еще мелкие, поэтому пока совместно, а пока постарше будет, да, его в его социальную группу отправлять, нам в своей социальной группе отдыхать. Когда дети маленькие, конечно, с собой. Они же тоже должны что-то видеть за свою жизнь. Да, это хороший вариант. Например, детей можно отправить в детский лагерь, а с одним отдыхать, поехать на море куда-нибудь. Мне кажется, сейчас такое время, что очень редко, когда семья бывает вместе. Я считаю, что нужно вместе. Во-первых, и дети очень быстро растут. И потом они от нас все куда-то разъезжаются, и собраться потом вместе крайне бывает редко. Мы всегда едем все вместе, всей семьей, все шесть человек. Детям нравится один вид досуга, взрослым уже другой совершенно. Поэтому зачастую такое даже будет лучше, если есть кому все детьми, разумеется, кому можно доверить. Конечно же, можно детей, если они взрослые, если они любят пионерский лагерь, можно отправить их туда. А взрослые могут отдохнуть от детей, опять же, от домашнего быта и уехать туда, куда хотят. Очень много времени проводят с детьми. Ну, вот у меня тоже есть и ребенок. И хочется как-то немножечко перезагрузочки такой наполниться, свое ресурс восстановить, чтобы потом уже с новыми силами идти. Пока мы слушали наших земляков, у нас в студии произошла замена. Появились новые гости. Это еще два игрока из команды Бербасовых-Бочковых. Елена Петровна и Игорь Александрович Бочковы. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Александрович, ну, получилось, что все с вас ведь произошло, началось. Вы узнали о том, что существует такой конкурс. Он, кстати, с 2022 года, по-моему, проходит в нашей стране. 21-го даже? Нет. Нет, объявлен в 2022. Объявлен он был в 2022 году. 23-го. 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 Ага. 1-го сентября 2023 года. Объявлен Владимир Владимирович Путином. И, кстати, пользуясь возможностью, да, уж разрешите... Конечно. Такую нескромность проявить, поблагодарить нашего президента, которого мы любим горячо и поддерживаем, за такую возможность. То есть он дал возможность всем семьям России участвовать в таком замечательном конкурсе. Поэтому призываю тех семей, которые еще не подключились, включаться в эту работу, чтобы на будущий год участников было больше, и финал еще более грандиозный, те, кто попадут туда. Таша Владимирович, спасибо. Ну, кстати, вот, Владимир Владимирович, действительно, спасибо за такую блестящую возможность. И на сегодняшний день ведь вас все время опекают, я так понимаю, и поддерживают организаторы. Конечно, конечно, безусловно. И за счет как раз организаторов, вот мы и поедем, они оплачивают все расходы на содержание, на поездку, поэтому без... Да, на проживание, все. И поэтому, безусловно, вот в первой части я подглядывал, задавали вопрос по поводу того, значит, кто поддерживает и так далее, помогает. Конечно, организаторы. Причем делают это очень деликатно, ненавязчиво. И что меня потрясает, это вот буквально с любой просьбой обращаешься, даже, может быть, думаешь, ну, как-то, она достаточно сложная для исполнения. Никаких проблем, всегда идут навстречу, всегда настолько все продумано, настолько все, знаете, очень четко. И даже, я бы сказал, интеллигентно, понимаете, вот удивительно. То есть от семьи требуется только одно – желание участвовать. Совершенно верно. Желание участвовать и выполнять требования, предъявляемые организаторами. Ну, требования-то в разумных пределах. В разумных пределах, абсолютно, все четко, ни одного лишнего слова, все прям по пунктам выполняй, и все. То есть настолько продумано, организованно, безумно. Какие ваши компетенции профессиональные понадобились? Кто вы по профессии, по образованию? Что так вот можете влиться в этот конкурс? С утра педагоги были. Да, а мы педагоги. Каких предметов? Математика. Вы математики? Нет, это физик. Нет, я физик. О, какие серьезные науки. Ну, еще по совместительству. Ну, люди организованные, педагоги. Понятно, понятно, почему у вас такая активность. Ну, вы молодцы. А вы, я так понимаю, самые старшие в команде? Да. А капитанит у вас ваша дочь? Да. Вот с которой я только что разговаривала. Как? Ну, я, наверное, так, типа начальника штаба. Да. Ну, то есть вот так вот. По оперативному управлению. Вы ей доверили? Нет, это она мне доверила. Она меня назначила начальником штаба. Вы, как начальник штаба, она капитан. Да. То есть вы рука об руку идете в этом конкурсе. Нет, я выполняю ее... Указания. Указания, да. Но ничего это не задевает самолюбие отца или наоборот? Это чувство гордости испытует. Учитель, воспитай ученика. Вот, я хотела задать вопрос. Капитанами рождаются или их воспитывают каким-то чудесным образом в семьях? Как вы воспитали капитана, девочку? Сама жизнь должна воспитывать. То есть, как вот нас воспитывали, я вот знаю, значит, жену-то почему полюбил. Потому что воспитали очень хорошо. Семья у нее замечательная. Все из семьи, да. Конечно, все из семьи. И вот эти вот традиции, которые заложены в наших семьях, мы вот... В родительских семьях. В родительских, да. Мы передали... Мы с удовольствием даже, да. Постарались передать своим детям. То есть для подкрепления своего авторитета я, например, говорю, что вот он мне бабушка вот так говорил, а моя прабабушка вот так говорил. И это как бы дополнительный шарм такой уносит и желание реализовывать вот так, как было. Так, как надо. Ну, вот смотрите, там шесть направлений, да. Кто-то музыкант у вас, кто-то медик в семье. Значит, они в соответствии со своими компетенциями приносят пользу команде. А вы, как математики и физики, где себя прилагаете? Выражаетесь? В каких конкурсах, в каких направлениях? Интеллектуально. Игорь Александрович большой знаток истории. Несмотря на то, что он физик по образованию, но очень серьезно увлекается исторической наукой. Служение Отечеству, наверное, вот этот вот пункт как раз немаловажный. Там исторические сведения нужны, знания точные. Да, да. Ну, а кроме всего прочего, математика, она вообще ум в порядок приводит. Это да. Расскажите о том, что нового принес в вашу жизнь, вот именно в вашу жизнь этот семейный конкурс. Гармония. Даже так? Гармония в семейные отношения. Потому что, вот все время говорится, вот чья роль этого человека, другого человека. Понимаете, какая штука? Вот человек, да? Какая роль у него у левой руки, какая роль у правой руки? Это человек. Если начнет левая рука с правой, что-то там выяснить взаимоотношения, спорить, ну что же это будет. Или левое полушарие мозга будет спорить с правым. А тут вот это ощущение гармонии. И ощущение, еще раз убедились, что, скажем, наша семья вполне конкурентоспособна. В хорошем смысле этого слова, да? Что действительно, наших компетенций хватает вполне, чтобы достойно представлять не только самих себя, но и поколение наших предков. Почему? Потому что вот Татьяна ведь, она не просто так стала капитаном. Она занимается, например, историей сразу вот нескольких семей. Вот всех участников, да? Вот, скажем, брат, семья моего брата, моя семья, семья, значит, ее мужа и так далее, да? Вот она создает историю как раз вклада участников этих семей, например, в победу в Великой Отечественной войне. Вот такая тема. Ну и вообще, там и Первую мировую, вот она сейчас выяснила, что и в Первую мировую там отличились люди, там и так далее, да? Это очень важно, заниматься такой семейной лендописью. Конечно, корни, да. Это то, что передается потомкам? Да, причем вот, так сказать, на этих примерах, а вот смотри, у тебя дедушка, а вот смотри, прадедушка, вот все вот они как бы служили родине, да? Вот смотри, они вот там вот в этом отличились, в этом отличились. То есть, соответственно, да, вот там у меня дочка младшая, она чего, вот я буду детским врачом. Ну, замечательно, не просто врачом, а детским, да, вот детей любви, да, вот мы тоже, как бы тоже у нас с детьми связано, да. Ну вот. Открытие своего рода. Поэтому вот это ощущение гармонии, ощущение того, что вот мы едины, на самом деле вот взаимодополняем друг друга. И моментами ощущаешь, как будто вот счастье купаешься. Вот это вот непередаваемое ощущение. Возможно, чем-то удивили ваши родные? Что-то новое показали для вас ранее незамеченное? Конечно. Что, например? Конечно. Кто чем блеснул? Признавайтесь, нам тоже интересно. Вот здесь подробностей сложно будет рассказать, но просто новые грани таланта. Ну, понимаете, вот, скажем, я же все равно вот участников семьи мужа, своей дочери, ну, скажем, не так хорошо знаю, как вот своих, да. Вот, а какие-то новые грани талантов появились. Интересно. Да, интерес. Своих племянников с другой стороны посмотрел на них. Вот, потому что так-то они воспринимаешь. Ну, дети и дети, а оказывается, они уже взрослые люди, они уже таланты по-своему. И это тоже очень интересно. Татьяна сказала, что до ссор не доходило, но споры все-таки были. А как, ну, это не споры, это как это, конечно. Обсуждение, как ответить на тот или иной вопрос. Как обмен мнениями. Вот, и если человек, например, уверен, что он прав, значит, соответственно, он должен отстоять от даже его обязанности. Вот, ну, как мозговой штурм. При мозговом штурме любые версии, они принимаются, да, к рассмотрению. И идет уже конкуренция просто интеллекту, да. Соответственно, кто более... Докажет свою правоту. Ну, то есть тут главное не просто доказать правоту, действительно, а оказаться правым для того, чтобы команда победила, собственно говоря. Все льют на одну мельницу. Конечно, конечно. Коллективный разум, он как бы вот здесь задействован. А у всех есть, зато у всех есть возможность высказаться и свою лепту вместе. А что особенно нравится вам в этом конкурсе? Возможность быть вместе. Чаще быть вместе. Я бы даже, знаешь, что добавил. Мы и так бываем достаточно много, часто. Но осмысленность, понимаете? В одно дело просто вот... Собрались и думаем, чем-то заняться. Да нет, даже не в том, что заняться. Мы собрались, да, потому что вот мы любим друг друга. А здесь еще цель какая-то появляется, которую каждый старается вот через себя пропустить и показать. Но, грубо говоря, не в холостую собираемся. Нет, ну семьи собираются там дни рождения отмечать, праздники какие-то. Тоже как бы цель такая. Но здесь более глобальная цель стоит. Тем более, что вы представляете, вот на данном этапе, когда вы поедете участвовать на финал, вы уже представляете город и область. Вот. В чем разница, например, вот там воинская часть. Вот она проводит учения, да, даже может очень серьезные. Это одно. А уже боевые действия, другое. Это же тоже своего рода такая мини-война была, потому что конкурентная среда. Естественно, все же ехали для чего? Ну, чтобы победить. Конечно. Соответственно, тут надо отмобилизоваться и так далее. Поэтому здесь вот совсем другое, чем просто вот там собираться в настольные игры играть. Здесь совсем другой уровень. Во-первых, интересно, азарт. Азарт. Вообще, это азарт. Такой здоровый азарт. Азарт, здоровый. Семейный, в данном случае. На таком кураже даже. Еще бы хотел... Кстати говоря, извините, что перебиваю, вот те семьи, которые вот на полуфинале наблюдали, удивительно интеллигентно все себя вели. Вот, понимаете, да, несмотря на то, что это же конкурент вы прямой. Удивительно предупредительно все. Вы бы видели, как они хлопали. То есть, да, даже уже знают, например, что, ну, он уже не вышел, да, тем не менее, все хлопали. И поздравляли и так далее. Закрыто. Вот. Но наши дети уже подали заявку на новый конкурс. То есть, не знаю, как название, но там что-то... Ну, Россия – страна возможностей. Вот это удивительно даже само название конкурса, вот, который объединяет все конкурсы самых разных направлений. Россия – страна возможностей. Вот это действительно так. Это действительно страна возможностей. Ты можешь проявить себя и в той, и в другой сфере. Ну, только, только трудись. В Эфе, продолжаю, мы в Эфе вот наблюдали, какое количество талантов. Вот, неординарных людей, их вот огромное количество. Как оказывается, много у нас талантливых людей. Какие замечательные люди. Просто вот любуешься. Вот вы говорите, вот там цели поездки. Да мы столько людей увидели. Замечательно, понимаете? То есть, вы думали, что мы тут не такие одни. Я там вот тут лично, я, например, даже не думал, победил, но победил. Да-да-да-да. Такие одни, самые лучшие, уникальные. Нет, как много людей. Как много людей. Просто вот ощущение, что, надо же, какой у нас талантливый народ. Какая прекрасная страна, Россия, как много прекрасных талантов. Совершенно верно. Идей. Последний вопрос вам задам, наверное, уже. Что же у вас семейное-то? Конкурс же называется. Это у нас семейное. У вас семейное что? Любовь к родине. Надежность. Мы серьезная опора друг для друга. И чувство патриотизма. То есть, чувство гордости, что мы жители этой величины. Любим свою страну. Любим свою страну и гордимся ее историей. Мы любим детей. Да. Мы очень любим детей. Да. Это у нас семейное. Здорово. Здорово. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, нашими гостями сегодня были представители команды Бербасовых-Бачковых, финалистов конкурса. Это у нас семейная президентская платформа «Россия. Страна возможностей». Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Что сегодня были с нами. Мы, конечно, будем болеть за вас с 5 по 8 июля. Возвращайтесь с победой. А главное, получите удовольствие от этой поездки, от участия в конкурсе. Пусть ваша семья будет еще дружнее, если это еще возможно куда-то дальше стремится. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова